В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Прививка для птиц. Почему в первую очередь профилактика нужна домашним? Слились, укрупнились, обновились, чтобы у жителей Егорлыкского района не было перебоев с водой. История отдельного села – особенный музей в Березовской школе Сальского района. Дошли до реки Егорлык, увидели необъятые обширные поля и сказали, дальше не двигаемся. Главное – вода. К тому, что во дворы приходят ветеринары и делают поголовно всем домашним птицам прививки, жители области уже привыкли за 7 лет. Столько времени назад у нас появился птичий гриб. И птицеводы узнали о его печальных последствиях. Тогда было уничтожено все поголовье гуляйборисовской птицефабрики. В этом году вакцинация проходит раньше обычных весенних сроков. Стоимость каждой прививки для владельцев хозяйств символическая – 1 рубль. Потомству дает стойкий иммунитет к грибу птиц. Птичники частных подворьев в первую очередь попадают в зону риска, так как гуляют обычно на воле, а к их кормушкам подлетают дикие собратья. Основные переносчики инфекции. Сейчас вакцинация домашних пернатых проходит во всех районах Ростовской области. В прошлом году было ухудшение эпизодической ситуации по грибам птиц. Во всех или во многих южных федеральных округах гриб птиц был установлен, как на дикой водоплавающей птице, так и на домашних, так и на промышленном птицеводце. Поэтому мы объявили вакцинацию уже с середины даже января месяца. И эту работу проводим. В зависимости от погодных условий на сегодняшний день мы привили уже 101 тысячу птиц. Ростовская область В сегодняшний день в совещании много вопросов, но во всех докладах звучит главный итог. Сейчас происходит ощутимая модернизация важного ведомства АПК. 2016-й поставил региональный филиал на 12-е место из 77-ми в России. Для нас это очень высокий показатель, потому что мы 3 года назад начинали с 41-го. К важным достижениям минувшего года относят и существенное обновление автопарка. Передвижная лаборатория в числе новых машин. Скорая аграрная помощь на местах. Повышение оперативности в итоге увеличивает потенциал регионального урожая сельхозкультур. На сегодня я должен сказать добрые слова в адрес этой службы, в адрес руководителя этой службы. Действительно она является тем помощником для сельхозтоваропроизводителя, выполняя эти цели и задачи. Так вот в прошлом году у нас была потенциальная вспышка саранчи, она была ликвидирована, в том числе усилиями этой службы. Почти 5 миллионов гектаров за год обследовано на наличие вредителей. Больше 300 тысяч тонн семян различных культур в лабораториях ведомства оценили на сортовые качества, схожесть, зараженность вредителями и болезнями. Такая работа не только продовольственная безопасность страны. Важная составляющая поставок урожая на внутренний и мировой рынок. Что касается качества зерна, мы начали работу эту три года назад, мы аттестовываем в районных лабораториях, на местах, обучаем специалистов, для того, чтобы они могли своевременно определять качество. А это итоги года под солнцем. Проект областного Росельхозцентра, демонстрационные посевы различных культур. Поставщики семян предлагают, фермерские хозяйства выращивают, аграрии в итоге выбирают. Из сотен сортов и гибридов именно свой. Последние тенденции в защите полей и садов, также от специалистов службы. Масштабные итоги года оценили на федеральном уровне. На собрании семи специалистам вручили благодарности с подписью министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В Ягорлыкском районе тоже важный итог года минувшего. Там придумали, как убыточные предприятия сельского водоканала сделать эффективной службой по ремонту сетей. Каждое утро – техническая планерка. Парк машин в Ягорлыкском водоканале уже говорит о многом. Недавняя реорганизация районной службы водопроводных сетей ощутимо усилила напор работы. Предприятие объединило все мупы, которые у нас были в Ярлыкском сельском поселении. Это 8 мупов. Таким образом, мы сейчас обслуживаем 30 населенных пунктов, 310 километров разводящих водопроводных сетей. Все это удается обеспечивать в первую очередь за счет того, что у нас добросовестные, ответственные и очень хорошие специалисты, которые нам удалось сохранить. И еще хотел бы обратить внимание и выразить благодарность, так как мы в 2016 году при помощи губернатора правительства области, администрации района получили 4 транспортных средства. К нам пришли автокран 25-тонный, к нам пришел экскаватор со смещенной осью копания. Также поступили к нам автоводовозка и походка для решения аварийных ситуаций, если они происходят на водопроводных сетях. Теперь все проблемы местного водоканала в одной связке. После разнарядки машины разъезжаются и по райцентру, и за десятки километров от него. Андрей Якушин все водопроводные проблемы округи знает из опыта. 25 лет работает в этой системе. Когда ему доверили новый подъемный кран, сразу оценил преимущества. Сюрлист нам как бы не хватало. Всегда она была, нужна техника, но ее всегда со стороны нанимали. Это было неудобно, как бы сказать. Техника со стороны нанимать, она то занята, то нет, задержки у нас были. А сейчас как бы она своя. В любое время мы можем поехать и сделать любую работу. Новый экскаватор под управлением Александра Ивановича тоже из недавно приобретенных машин. Может работать в любых условиях. Смещенная ось в конструкции машины значительно сократила перебои подачи воды в случае аварии. Узкие улицы и по центру. Надо смещаться труба. Раскапываешь справа-слева. И таким простым экскаватором нельзя слева раскопать. А если нельзя, то тяжело работать с трубой. Вот если она лопнула, ремонт трубы производить. И он очень нужный. И в данный момент самое такое, что без него не обойтись. Так как у нас сейчас 30 населенных пунктов, хуторов и сел, и вот эта техника, которая к нам поступила, это позволяет нам более оперативно и качественно решать вопросы по обслуживанию водопроводных сетей и по ликвидации аварийных ситуаций, если они происходят. Прежняя система, когда в каждой сельской администрации был свой отдел по воде, оказалась убыточной. 30% пользователей-льготники не платят за воду. Денег на оснащение бригад взять негде. Поэтому даже в случае несложной поломки системы решать проблему приходилось несколько дней. Новый подход укропнил предприятие и уменьшил энергозатраты. На насосной станции тоже новые инженерные решения. Вот эти два частотника, которые вы видите, они были приобретены за счет поддержки губернатора и администрации области, что позволяет нам экономить 30-40% электроэнергии насосов, которые подают воду в станицу Игорлыкскую. Это большое подспорье, оно у нас работает. У нас есть специалисты, которые контролируют эту работу. Техника надежная, мы очень рады, что она у нас есть. Полный комплект техники теперь позволяет без промедления решать проблемы в любой точке района. Правда, повысились тарифы, но вместе с ними повысилось и качество подачи воды. Напор – больная точка для сельской местности. Когда начинается сезон полива огородов, в Игорлыкском районе теперь проблем с водой не будет. Эту аварию в отдаленном хуторе устранили за пару часов. Пели и плясали. В Новошахтинске зимние морозы не помеха, а повод для веселья. Холод – отличный повод согреться общением и конкурсами. В Новошахтинском городском парке на праздник под названием «Зимушка-зима» пришли все желающие. Хороводы и чаепитие на свежем воздухе – это часть программы «К Дню города». И просто отличный повод повеселиться. «Ой, настроение хорошее. У вас тут такой праздник классный. Спасибо вам за организацию, за все. И городу спасибо. Мэру нашему благодарность, что он организовал для нас такое. Дай Бог всем здоровья». Погода способствует этому празднику. Настроение хорошее. Веселье от организаторов подкрепили меценаты. Помогли организовать чай с большого самовара и принесли множество призов. Самый желанный, разумеется, на верхушке столба. Живого петуха снял сам ловкий участник. Организатор этого праздника! Аплодируем организатору «Дай Сенькова» дать ее вам подарок! Однажды школьное мероприятие в селе Березовка Сальского района закончилось созданием необычного музея. По заданию учителя ребята собирали у местных жителей предметы старины, личные вещи, фотографии. Мероприятие имело такой успех, что люди отказались забирать свои вещи домой. Так появилась первая экспозиция. И сейчас она не умещается в школьном классе. Все экспонаты собраны детьми по инициативе Ольги Андреевны Сидоровой, учителя русского языка и литературы. Она здесь главный хранитель. Поколения учеников меняются, историю села должны знать все. Носит оно имя первого переселенца Харьковской губернии Иосифа Березовского. В 1814-м в поисках лучшей жизни он поселился в этих местах. Есть музей воспоминаний о его родственниках, с которыми школа поддерживает связь. Дошли до реки Игорлык, увидели необъятые обширные поля и сказали, дальше не двигаемся. Главное вода, вода есть. Вот здесь они остановились. Обычный крестьянин Березовский вместе со своей семьей. Вслед за Березовским необжитые уголки юга России приехали осваивать семьи из Орловской, Воронежской, Харьковской, Полтавской губерний. Поэтому сорочки с украинской вышивкой, да и говорят многие селяне на сушике, смеси русского и украинского языков. Предки их занимали земледелием, скотоводством. Музейная коллекция серп, которым срезали колосья крестьяне. Подковы, потому что пахали на лошадях. Старинные гребни-чесалки для льна и шерсти. Маслобойка, глиняная керамическая посуда, прялки, корзины. Все предметы настоящие. Этому самовару больше ста лет. Кофт он Мария отдала на этот, он на углях, пожалуйста. Все туда забивается, все закладывается, поджигается. Здесь такая еще шляпа помогла там у них, чтобы надуть сапог, как раньше давали, пожалуйста, сапогом можно было. Вот это у них хранилось с 900-го года. Историю его появления в семье хозяева не знают. Хранили как память о родителях. Память и сундук скрыня. Главная мебель в доме. В нем держали дорогие сердцу вещи. Приданные себе девушки готовили сами. Постельное белье украшали вышивкой, обвязывали крючком. Рушники вешали на стены, иконы в красных углах. Слыли березовчанки умелыми мастерицами. Полотенце ткали на домашнем станке. Этот образец 1940 года. Станок и сейчас в рабочем состоянии, просто в учебном классе не помещается. Семьи были крепкими, мужчины работящими. Храбрыми воинами. В семье Людмилы Петровны дедушка и дядя воевали на фронте. Бабушка сама поднимала пятерых детей и воспитала двоих приемных. Однажды, говорит, иду по улице, а у соседей вроде выехали, не уехали. Окна и двери все закрыты, а детский плач раздается. Она обратила на это внимание, пошла, открыла, а там двое деток. Голодных, естественно, она их забрала себе и воспитала. Таких историй о простых труженицах, их мужьях-героях, защитниках Родины, очень много. Воспоминания о днесельчан, фотографии, личные вещи бережно хранят в архиве. О людских судьбах рассказывает музей на уроках истории и литературы. Голодали, холодали, мерзли, но все-таки выдержали, выстояли. Картины заслуженного художника Украины Василия Хвороста тоже часть экспозиции. Родом он из Березовки, художественное образование получил во Львове, жил на Украине. Часто бывал на малой родине. Свою работу завещал сельскому музею, он в другом помещении. Четыре полотна подарил школе. Здесь около тысячи экспонатов. В учебном классе они уже не помещаются, хранят в подсобках. Обновляют экспозицию часто, проводят школьные мероприятия, встречают гостей. Бывают музеи потомки первопереселенца и родственники тех, кто уже давно не живет в селе, но их корни – Березовки. Депутаты наведываются. Выборные кампании происходят. Они несколько раз приходят сюда и всякий раз интересуются, всякий раз приносят сюда новые экспонаты. Интересно людям посмотреть, как жили их предки. Школьному музею пять лет. Официального статуса он до сих пор не имеет. Нет его и у сельского. Учителя решили, что у одного учреждения он должен быть. Если их музей получит признание, ситуация изменится к лучшему. Можно будет расширить экспозицию, найти себе преемников. Ведь их дело должен кто-то продолжить. На сегодня это все. Через неделю мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова